Привет всем. Добро пожаловать в новую серию видео уроков по моему специализированному билду Blender под игровые движки. Спустя год я наконец-таки завершил разработку программы и решил вернуться на YouTube. Я решил удалить все свои старые ролики с канала для того чтобы мой канал содержал лишь актуальную информацию по билду. Начну со слов, почему я вообще начал заниматься починкой Blender. Хотя казалось бы для стандартного Blender есть прекрасный плагин Авторит Про, который может экспортировать персонажей на эпик скелете подвижок. То есть экспортируем персонажа. персонаж экспортирован. В Блендере работает СМР, но визуально. Но если я сейчас закину модельку в движок и заменю в блогу принте персонажа, в частности мы используем на меж-мэни, то видите пропорции персонажа исказились. Хотя такого быть не должно. Персонаж ведь один и тот же. Почему у него клонается меж? Веса в Блендере вроде в порядке, как бы все ок. Но все дело в том, что стандартный Блендер работает неправильно с точки зрения Ниндера. Координаты костей в программе определяются от хвоста и скининг тоже определяется от хвоста кости. Вот эта вот точка это хвост костей. Поэтому любые меши, которые вы бы не сделали в Блендере, даже при одинаковых пропорциях персонажа будут работать с искажениями. Даже после ретаргета анимации. Потому что пропорции одни и те же, а анимация работает неправильно. Что же можно делать сейчас? Вот это оригинальный манекен Квинн из движка. Вот. Квинн. Меш. Его нужно зарегать полностью на стандартном функциональной программе. На эпик скелете. И риг будет прекрасно работать. В любой точке экрана, под любым углом, куда они крутят, там ноги, руки, да все что угодно можно с персонажем делать, все будет ок. И в любом рестоянии при этом костей. Если я сейчас экспортирую этот риг, то есть выделю меш, выделю скелет, файл, экспорт, экспортируем персонажа. Назовем как Квинн. Импортируем меш в Unreal. Выбираем эпик скелет из Команекен при импорте. И заменяем анимационный блюпринт на Квинн, а сам меш меняю на Квинн Блендер. Оп. Готово. Меш не искажается. Потому что манекен использует оригинальный скелет. И в том числе, если вы персонажа отредактируете пропорции, то есть я вот уже поэкспериментировал с пропорциями, то анимация не будет искажаться. То есть мы можем взять, например, сделать руки-базуки, отскелить голову там, ушку, да, все что угодно вообще, только путь. Применяем модификатор Armature, применяем к модели POSA как REST POSA. И заново выкидываем модификатор Armature. Квинн Блендер заменяем файл. В Unreal я выбираю файл Квинн Блендер. И делаю реймпорт этой модели. Просто. Вот манекен. Play. Как работает. Персонажи теперь могут быть любых размеров, любых пропорций, маленькими, большими, да неважно какими. Теперь это для Блендера абсолютно не важно, если вы работаете с оригинальным эпик-скелетом. Потому что программа теперь умеет очень точно сохранять пропорции и координаты костей ваших персонажей. В том числе новый функционал, он и работает с ретаргетом. Я могу импортировать сюда в программу оригинальную анимацию из четвертого движка. Например, анимация мужика с оружием. Беру скелет, беру анимацию, ctrl, l, у меня вот забили на ретаргет анимейшн дата. На этом меню находится линк трансфер дата вот здесь. Дальше я могу после ретаргета удалить скелет. Анимация будет работать с ригом. И я могу динамически редактировать кости инверсной кинематики. Например, вот эти вот кости отвечают за положение руку персонажа. То есть я могу взять и удалить все кадры, кроме начального, у левой кости инверсной кинематики. Удалить все кадры, кроме начального, у правой. И удалить кадры у кости икей хендган. Дальше можно взять кость икей хендграйт с оружием и переместить руку персонажа. Вот, допустим, так. Хочу, чтобы персонаж руку удержал, чтобы рука была как-то тут. Вот, выключим симметрию. То есть вот у меня оружие, конус у меня отображает оружие, это кости кей. Так, Меша пока здесь нет, просто. Дальше я вешаю ключевой кадр на location rotation scale. Для этой кости, для этой кости и для вот этой кости. Приглаем анимацию, все работает. И я наблю теперь эту анимацию экспортирую в движок. Просто выделяем меш, точнее скелет. Файл экспорт fbx и экспортируем анимацию как Weapon Animation. Я могу дальше загрузить сюда файл Weapon Animation. Он пишет то, что нам мешу с файл-то анимацию в трек, потому что я забыл поставить галочку при экспорте. Мне нужно поставить галочку при экспорте в Bake Animation, потому что мне нужно запить Constraint и ключевые кадры. Так, импортируем Unreal. При импорте ставим высокоманекен скелет. Получаем анимацию Queen с бегом, при этом эта анимация у вас есть из четвертого движка. Вот. И при желании вы можете заменить существующую анимацию, вот это вот, например, анимация бега у Queen от MF Run of FD на свою. Вот мы ее заменили. Теперь при движении даже вот на этом персонаже, вот с такими пропорциями, анимация бега будет работать. Также я могу заменить персонажа на стандартный манекен. И все, будет работать. Вот. Никаких там блюпринтеров, злоумных штук и прочего всего. Просто две кнопки нажали, и все работает. Вот. Также мой блендер можно использовать не только для эпик скелета, но и для любых других скелетов, основанных на эпик скелете. Например, вот я на блендере зарегал персонажа в стилистике хендпринт. Так, и замедлил, покрасил тоже. Всю работу нужно на расстранство залить, все руки не доходят. Я переделал в блендере много функционала, в том числе и систему скиннинга, но это, пожалуй, будет материал для новых уроков. Всем большое спасибо за просмотр и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok